Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Оксана Познякова. Сегодня в выпуске. ООН запросила рекордную сумму на гуманитарную помощь. Смертоносное землетрясение в Индонезии. Партии Италии хотят досрочных выборов. В 2017 году ООН потребуется беспрецедентный объем средств на гуманитарную деятельность. Организации отмечают, что с подобным гуманитарным кризисом мир не сталкивался со времен Второй мировой войны. Организация объединенных наций призвала международное сообщество выделить рекордные 22 миллиарда 200 миллионов долларов на деятельность своих гуманитарных организаций в следующем году. Эти средства планируют направить на помощь десятка миллионов человек, страдающих в результате военных конфликтов и природных катаклизмов. Более половины средств пойдут на поддержку стран, где продолжаются боевые действия. Это Сирия, Йемен, Ирак и Южный Судан. Сумма рекордная. С 2011 года запросы гуманитарных организаций постоянно росли. Пять лет назад им было необходимо 7 миллиардов 900 миллионов долларов. «Это отражение гуманитарной ситуации. Подобного мир не видел со времен Второй мировой войны. Более 128 миллионов человек срочно нуждаются в нашей поддержке и солидарности, чтобы выжить и жить в безопасности и с достоинством». Некоторые страны, включая Афганистан, Бурунди, Конго и Сомали, направляли в ООН призывы о помощи последние 25 лет. Как ожидается, в 2017-м положение в них ухудшится. В Сирии, если конфликт не будет разрешён, в помощи будут нуждаться 13,5 миллионов человек. В Афганистане, где правительство борется с радикальной группировкой «Талибан», в 2017-м году продукты питания необходимо будет доставить 1 миллиону 800 тысячам человек, в основном детям. В Бурунди политический кризис может привести к тому, что число нуждающихся в помощи увеличится в три раза и достигнет 3 миллионов человек. Наконец, для Нигерии ООН запросила 1 миллиард долларов. Около 7 миллионов человек там оказались в крайне затруднительном положении из-за деятельности группировки Буко-Харам. По словам координатора гуманитарной помощи ООН, работники благотворительных организаций всё больше становятся мишенями атак. Им также часто не предоставляют доступа в охваченные кризисом районы. В среду в Индонезии произошло мощное землетрясение. Погибших более сотни. В Индонезийской провинции Ачих продолжаются поисково-спасательные работы после сильного землетрясения. Обнаружены тела 102 погибших. Около 700 человек пострадали. Тысячи остались без крова. В провинции на две недели объявлено чрезвычайное положение. Землетрясение произошло рано утром в среду. Сила подземных толчков составила 6,4 балла. Эпицентр находился недалеко от небольшого городка Риолиуед. Как сообщают власти, многие здания в провинции разрушены. Кто-то успел выбежать на улицу, другие остаются под завалами. Индонезийские спасатели продолжают поиски. «Мы полагаем, что число жертв продолжит расти, поскольку некоторые жители, похоже, остаются под руинами зданий. Поисково-спасательная операция продолжается». Провинция Ачих находится на севере острова Суматра. В 2004 году она была почти полностью разрушена смертоносными землетрясениями и цунами. В Женеве прошли переговоры о международной торговле зелёными товарами. Однако соглашение подписать не удалось из-за неожиданного требования Пекина. ЕС обвинил Китай в срыве международного соглашения по торговле товарами, которые способствуют защите экологии. По словам еврокомиссара Сесилии Мальмстрём, Пекин в последнюю минуту выдвинул Всемирной торговой организации требования, выполнить которые было невозможно. Переговоры проходили в Женеве 4 декабря. Мальмстрём отметила, что Китай поднял вопрос из совершенно иного ракурса, и что это было очень запоздалым шагом. Цель соглашения – отмена торговых пошлин на зелёные товары. Среди них оборудование для получения чистой и возобновляемой энергии, энергосберегающие приборы и устройства, контролирующие загрязнение воздуха. Кроме того, это оборудование для утилизации отходов, для очистки воды и для борьбы с шумовым загрязнением. При этом точный список таких товаров пока не определён. Наряду с Китаем в переговорах принимают участие США, Канада, Япония, Израиль, Южная Корея, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия. Помешать принятию соглашения может и смена власти в США. Сесилия Мальмстрем отметила, что не знает, каково отношение Дональда Трампа к вопросам защиты экологии. Она также выразила надежду, что Вашингтон будет, как и прежде, поддерживать договор. Для подписания необходимо согласие стран, на которые приходится 90% международной торговли подобными товарами. Если США откажутся, то соглашение не будет принято. Италия грозит политический и экономический кризис. После того, как итальянцы отвергли на референдуме план конституционной реформы, премьер ушёл в отставку, а оппозиция начала требовать досрочных выборов. Премьер-министр Италии Матио Ренци после принятия бюджета страны подал в отставку. Своё заявление он передал президенту Серджо Моторелли в среду во время личной встречи. При этом Ренци остаётся исполняющим обязанности премьера, пока глава государства не завершит консультаций со всеми политическими партиями. Между тем, большинство фракций в парламенте выступило за то, чтобы выборы прошли досрочно, уже весной следующего года. Изначально они были намечены на 2018-й. При этом президент хочет как можно скорее провести через парламент, где большинству остаётся у демократической партии Ренци, новый законопроект о выборах. Он подразумевает, что партия, набравшая по меньшей мере 40% в ходе голосования, получает большинство в законодательном органе. В настоящее время этот законопроект оспорен конституционным судом. «Думаю, Италии нужно правительство, правительство, которое может управлять. От этого зависит наша международная репутация. Будем надеяться, что правительство сможет управлять по меньшей мере несколько месяцев». И популистская партия движения «Пяти звёзд» и «Правая Северная Лига» и «Братья Италии» призывают провести досрочные выборы. «Мы хотим, чтобы страна выразила себя. Когда она самовыражается, то принимает великие решения. Так почему бы не добиться Великой Италии?» Маттио Ренци объявила намерение уйти с поста после провала его конституционной реформы на общенациональном референдуме. Тогда большинство итальянцев высказалось против централизации власти. Среди предложенных мер была отмена выборов сенаторов, а также лишение их ряда полномочий. «Бывшему генералу боснийских сербов Радко Младичу грозит пожизненный срок. Этого требуют прокуроры в Гааге. По их мнению, такой приговор будет наиболее справедливым». На заседании Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге прокуроры потребовали пожизненного заключения для Радко Младича. Экс-генерала армии боснийских сербов обвиняют в преступлениях против человечности, в том числе в массовом убийстве мусульман в Сребренице в 1995 году. «Было бы оскорблением для жертв и попиранием справедливости вынести любой приговор, кроме самого сурового в рамках закона – пожизненного заключения». В числе обвинений, предъявленных Младичу, блокада Сараева, во время которой погибли 10 тысяч гражданских и военных. Город постоянно обстреливала артиллерия, а также снайперы, которые намеренно убивали мирных жителей, в том числе детей. «В 1994 году организация ЮНИСЕФ сообщила, что по меньшей мере 40% детей города Сараева попали под обстрел снайперов, 39% потеряли одного члена семьи или более, дома 73% детей подверглись атаке или обстрелу». Прокуроры также на основании различных доказательств утверждают, что бывший генерал лично отдал приказ убивать мужчин-мусульман в возрасте от 10 до 65 лет в Сребренице. Число жертв оценивается в 8 тысяч человек. Младича также обвиняют в захвате в заложники сотрудников ООН в 1995 году. Все обвинения Радко Младич отвергает. Во время судебного заседания он в основном читал газету. Ожидается, что приговор бывшему сербско-боснийскому генералу вынесут в следующем году. Далее в выпуске. Для марсианской миссии разработали тренировочный скафандр. Нефтепровод не будут строить на землях индейцев. Довоенные ценности прививают в японском детском саду. Восковую Елизавету II нарядили в рождественский джемпер. Дизайнеры объединились с учеными в создании тренировочного скафандра. Он необходим для симуляции жизни на Марсе. Об этом подробнее. Когда учёные пытаются симулировать марсианскую миссию и понять, каково это – жить в куполообразном помещении в полной изоляции, им необходимы соответствующие костюмы. Но достать настоящий скафандр просто невозможно. Тогда на помощь приходят дизайнеры. Здесь, в колледже дизайна американского штата Рот-Айленд, сотрудники и студенты разработали скафандр для программы симуляции НАСА. «Даже сотрудники НАСА иногда не могут получить доступа к настоящим скафандрам. Один скафандр стоит миллионы долларов. К нему прилагается целая команда, которая обеспечивает его правильную работу. Очевидно, что у нас нет на это ресурсов. Большинство исследователей не могут получить скафандры для симуляций. Мы пытаемся создать нечто доступное. Стоимость этого костюма со всеми материалами и оборудованием – 10 тысяч долларов, но без учёта работы над ним». Настоящие скафандры разрабатывают для выхода в открытый космос в полной невесомости. Это означает, что использовать их здесь, на Гавайях, было бы непросто. Другие костюмы для симуляции быстро изнашиваются, неудобные и с плохой вентиляцией. Этот же скафандр, наоборот, комфортный и прочный. «Костюм состоит из нескольких частей. Это жёсткая верхняя туловищная часть. Основная часть из углеткани с мягкими элементами. К ней крепятся мягкие штаны, плотные перчатки и ботинки. Снизу на мне только лёгкая спортивная одежда и система жидкостного охлаждения. Она состоит из трубок, по которым течёт вода, и это позволяет охлаждаться». Участник симуляции Андрей Стюарт в ходе предыдущих испытаний надевал военный защитный костюм. Но он почти не ограничивал его движение. В этом же скафандре всё по-другому. «Это практика того, что мы собираемся делать на Марсе. Костюм поможет участникам симуляции более реалистично выполнять работу в открытом пространстве. То есть, когда они будут выходить из места своего проживания. И это наш первый тест в целом костюме». Это уже четвёртый этап симуляции жизни на Марсе, который проходит на Гавайях. Индейцы Сиу из Северной Дакоты отстояли свои территории. Они добились отмены планов по прокладке нефтепровода через их земли. Протест против строительства нефтепровода в Северной Дакоте завершился победой индейского племени Сиу и экологических активистов. Инженерный корпус армии США отозвал своё первоначальное разрешение на прокладку трубопровода через территорию индейской резервации Стэндин-Рок-Сиу. При этом он готов рассмотреть альтернативные маршруты. Этого решения протестующие добивались с августа. «Мы приехали сюда вчера, ожидая худшего. Но эта новость – лучшая за всю мою жизнь. Это прекрасная новость для коренных жителей, родной страны и всех Соединённых Штатов». «Это здорово. Мы останемся здесь и будем на чеку, пока не получим всех гарантий. Но сегодня у нас праздник. Это верно». Один из участков трубопровода должен был пройти через места древних захоронений индейцев и там, где представители племени Сиу проводят религиозные церемонии. Кроме того, жители резервации опасаются, что нефтепровод может загрязнить местные реки в случае утечки. Протест индейцев поддержали тысячи человек, в том числе защитники природы и знаменитости. Строительство нефтепровода длиной более 1700 километров и стоимостью почти 4 миллиарда долларов возглавляет техасская компания Energy Transfer Partners. Он должен соединить бакеновскую формацию с нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива. В одном из детских садов в Японии используют довоенную программу образования. Дети каждое утро поют гинн и постоянно кланяются портретом императора. На первый взгляд детский сад Сукамото выглядит как любой другой в Японии, но на самом деле он уникальный. Его программа обучения очень напоминает то, чему детей учили в довоенные годы. На стенах заведения повсюду развешаны фотографии представителей императорской семьи, и дети целый день им кланяются. В этом частном детском садике прививают любовь к родине, а также фокусируются на традициях и культуре Японии. Каждое утро начинается с исполнения гимна перед японским флагом. Также дети, которым здесь от трёх до пяти лет, цитируют императорский указ об образовании, подписанный в 1890 году. Он был основан на конфуцианских ценностях, а также требовал приверженности императору и готовности пожертвовать собой ради страны. В 1947 году этот указ был отменён. Фундаментом новых законов об образовании стали демократические и либеральные ценности. При этом директор садика говорит, что детям здесь не пытаются навязать национализм. «Здесь мы хотим привить патриотизм, а не так называемый национализм. Это совсем разные понятия». Дети здесь осваивают традиционные настольные игры, обучаются игре на музыкальных инструментах, а также азам боевых искусств. В настоящее время сад посещает около 200 детей. И каждый год число увеличивается. В следующем году здесь планируют открыть начальную школу. Она включит шестилетнюю программу. Как ожидается, почётным директором этой школы станет жена нынешнего премьер-министра Японии Синдзе Абе. В Мехико пешеходы могут взглянуть на подземные руины зданий, построенных ацтеками. Для этого часть тротуаров покрыли стеклом. В мексиканской столице некоторые тротуары, под которыми находятся руины древних зданий, сделали прозрачными. Теперь пешеходы в любое время могут лучше ознакомиться с археологическими памятниками Тена Чтитлана – города-государства ацтеков. «Посетители могут оценить подземную структуру. Это наклонная стена, которая стала первым фундаментом этого здания. Для нас это символично». Более 500 лет назад Тена Чтитлана разрушили испанские конкистадоры, но остатки строения археологи находят до сих пор. «Это открытие очень важно, поскольку найдено одно из самых крупных зданий этого священного места. Пока мы не знаем, какому божеству был посвящён храм, потому что не хватает частей здания. Но, думаю, главное то, что оно найдено и зарегистрировано». Тена Чтитлан на пике своего развития стал самым крупным городом в Северной и Южной Америке в период доколумбовых цивилизаций. У местных жителей было очень хорошо развито сельское хозяйство, и они занимались торговлей. В городе также была сеть акведуков для подачи питьевой воды к домам ацтеков. Археологические раскопки на месте бывшего величественного города индейцев продолжатся. В ходе исследований учёные надеются получить новые ключи к разгадкам исторических тайн. Из-за изменения климата второе крупнейшее озеро Боливии высохло. А это нарушило нормальный уклад жизни коренного населения. Об этом подробнее. Народ Уру исторически жил в высокогорных районах на западе Боливии. Селения возводились на берегах озера Поопо и на плавучих тростниковых островах. Однако изменение климата привело к тому, что второе крупнейшее озеро страны высохло. Теперь эти индейские племена, которые жили рыболовством, вынуждены покидать земли предков. В 2012 году здесь проживало 636 представителей Уру. Сейчас осталось 143 – в основном женщины, дети и пожилые. Большинство мужчин были вынуждены отправиться на заработки. «Мужчины уехали далеко. Мы заботимся о детях здесь. Здесь нет работы. Вот почему они уехали так далеко, чтобы работать. А женщины остаются здесь одни». Засуха также привела к вымиранию многих животных. Раньше нехватку рыбы можно было частично восполнить охотой. Но теперь и это невозможно. «Мы жили охотой, рыболовством и собирательством. Пищей нам служила рыба. Но теперь этого нет. Озеро полностью высохло». Ситуацию усугубляет добыча природных ископаемых, которую ведут в этом регионе последние несколько десятилетий. Из-за неё были заражены подземные воды. Вода в колодцах стала непригодной для питья. «Озеро Паупо – источник соли. В 1977 году мы добывали тут соль, затем отвозили её в город Арура на продажу. Но теперь анализы показывают, что соль заражена». Для школьников, которые заканчивают местную школу, радость очень скоро сменяется чувством неопределённости. Перед ними непростой выбор – остаться в родном посёлке и попытаться устроить свою жизнь здесь или отправиться в ближайшие города в поисках работы. В Боливии продолжается сильнейшая за 25 лет засуха. Приблизительно половина страны страдает от нехватки воды. Кроме того, продолжают таять ледники в Андах. В 70-е годы прошлого столетия их площадь сократилась почти вдвое. Тайский бокс и чирлидинг получили все шансы стать олимпийскими видами спорта. Подробности далее. Международный Олимпийский комитет во вторник предварительно признал тайский бокс и чирлидинг олимпийскими видами спорта. Их отобрали из 16 других видов состязаний. «У тайского бокса 135 национальных федераций, и почти 60 из них признаны национальными олимпийскими комитетами. В этих федерациях зарегистрировано почти 400 тысяч спортсменов». «Чирлидинг же отобрали потому, что он очень популярен среди молодежи». «В Международном союзе чирлидинга более 100 национальных федераций и почти 4,5 миллиона зарегистрированных спортсменов. Этот спорт все популярнее, особенно в школах и университетах. Мы заметили это». Получить окончательное признание и стать частью спортивной программы Олимпиады, тайский бокс и чирлидинг смогут лишь спустя три года. Пока же их федерации имеют право ежегодно получать от МОК по 25 тысяч долларов финансирования, а также принимать участие в ряде программ, включая развитие спортсменов и борьбу с допингом. К слову, согласно новым правилам МОК, теперь каждый город, принимающий Олимпиаду, по собственному желанию может добавлять в неё пять видов спорта, не входящих в список олимпийских. Например, на играх в Токио в 2020 году, помимо прочих, будут соревнования по серфингу, спортивному скалолазанию, карате, бейсболу и скейтбордингу. Заоблачные гонорары голливудским актёрам не всегда оправданы. Об этом говорит ежегодный рейтинг журнала Forbes. Он включает знаменитостей, которым кинокомпании явно переплатили. Давайте посмотрим. Джонни Депп и Уилл Смит возглавили список голливудских актёров, которым в последнее время сильно переплатили за их работу. Ежегодный рейтинг публикует журнал Forbes. Депп занимает первую позицию уже второй год подряд. Фильм «Алиса в Зазеркалье» с ним в главной роли принёс создателям лишь 300 миллионов долларов. При этом на съёмки было потрачено 170 миллионов. Кассовым провалом обернулся и фильм «Мордекай», где Джонни Депп также исполнил роль главного героя. Таким образом, актёр вернул кинокомпаниям всего 2,8 доллара за каждый потраченный на него доллар. Низкими кассовыми сборами отличились и фильмы с участием Уилла Смита. Технологическая драма «Защитник» принесла всего на 13 миллионов долларов больше, чем составил бюджет картины – 34 миллиона. Коммерчески неуспешными оказались и два других фильма с его участием «Фокус» и «После нашей эры». В результате актёр вернул лишь 5 долларов за каждый потраченный на него доллар. Пятое место в рейтинге занял Джордж Клуни. Он вернул 6,7 за каждый потраченный на него доллар. Самым провальным оказался фантастический фильм «Земля будущего». Его бюджет составил 190 миллионов, однако кассовые сборы не окупили даже этой суммы. В первую пятёрку списка Forbes также вошли звезда фильма «Супермайк» Ченнинг Татум и комик Уилл Феррелл. В лондонском музее Мадам Тюсо восковые фигуры монаршей семьи Великобритании на время переодели. Цель преображения – привлечь внимание к детям, нуждающимся в помощи. Восковые фигуры королевской семьи Великобритании приодели в рождественские джемперы. Так в лондонском музее Мадам Тюсо хотят привлечь внимание к предстоящей благотворительной акции «Крисмас Джампер Дэй». Её запустила в 2012 году международная организация «Спасём детей». «Позади меня вы можете увидеть способ показать небольшую помощь от имени королевской семьи. Мы были рады так нарядить эти фигуры. Ранее такого не бывало». Фигуру 90-летней королевы одели в зелёный свитер с рисунком вельш-корги. Собаку такой породы подарил Елизавете в 30-х годах прошлого века её отец. Восковым скульптурам принца Уильяма и герцогини Кэтрин связали один большой рождественский джемпер. А принцу Гарри достался джемпер с пингвином. Остальных членов монаршей семьи также одели ввязанные наряды с индивидуальным рисунком. «Все любят королевскую семью. И все любят собак породы корги. Поэтому для нас очень важен подобный вклад в благотворительную компанию». Прежде чем наряжать восковые фигуры таким образом, сотрудники организации «Спасём детей» спросили разрешение у самих членов королевской семьи. Все они с радостью согласились. Благотворительная акция состоится 16 декабря. А рождественские наряды на восковых фигурах в музее Мадам Тюсо останутся до конца года. От лохматых и миниатюрных шицу до гигантских немецких догов. В столице Пакистана прошло шоу собак. Давайте посмотрим. «Последние приготовления перед выходом к судьям. Этот забавный шицу – один из десятков конкурсантов выставки собак. Мероприятие проходит в Исламабаде, столице Пакистана. Здесь собрали собак около 40 пород». Владельцы питомцев приехали из разных регионов страны. Среди них Арбаб Салман. Он из северо-западного города Пешавар, столицы провинции Хайбер-Пахтунхва. Привёз двух собак по кличке Скорпион и Рот. Говорит, хотел бы, чтобы подобное шоу прошло и в его родном городе. Пока это невозможно, поскольку в регионе действуют боевики, и гарантировать безопасность в ходе мероприятия будет сложно. «Если бы такие мероприятия проводили в Пешаваре, то это было бы хорошо для нас. По сравнению с другими провинциями, здесь законы и ситуация с безопасностью не такие жёсткие. Наша молодёжь тоже увлекается собаками, но им сложно участвовать в подобных шоу». Ещё в шоу участвуют мопсы, бульдоги, коли, немецкие овчарки и гигантские немецкие доги. Но за призы могут бороться и собаки безродословной. «Наша цель – продемонстрировать миру более мягкий образ. В таких семейных мероприятиях могут участвовать дети и женщины. Здесь на шоу есть много хороших собак, но есть ещё куда расти в вопросах улучшения качеств породы, в вопросах ухода за собаками и обращения с ними, потому что учитывается всё». В одной из категорий победила немецкая овчарка. «Я очень счастлив. Владельцы знают, сколько труда вкладывается в собаку в течение года. В результате, когда выигрываешь мопеды и денежные призы, то хобби приносит плоды. Это наполняет счастьем». Помимо мопедов и денег, трём главным победителям также вручили кубки и сертификаты. «Я очень счастлив. Я очень счастлив». В Мюнхене детей перед Рождеством по традиции катают на ретро-поезде. Но в этот раз им преподнёс сюрприз и Святой Николай. Баварских детишек прокатил по Мюнхену старинный рождественский поезд, которому почти сто лет. Но главной изюминкой путешествия стал визит самого Святого Николая. От его имени ещё до появления Санта-Клауса раздавали подарки детям в европейских странах. Происходило это 6 декабря. Святого Николая сопровождает его спутник и антипод Крампус. Как правило, он пугает и наказывает непослушных детей. Однако все малыши, путешествующие в поезде, вели себя хорошо на протяжении последнего года. Так что подарки Святой Николай вручил всем маленьким пассажирам. «Это так замечательно, полная неожиданность. Такое не часто происходит – встретиться в поезде со Святым Николаем». «Мой сын любит поезда, и он никогда не встречался с Николаем. Поэтому ему точно понравилась прекрасная поездка». «Это просто супер. Мы катаемся на поезде уже во второй раз». «Мы здесь впервые, и нам очень нравится. Наш малыш любит железные дороги, поэтому мы и захотели прокатиться. Всё просто замечательно. Святой Николай пришёл, сын получил шоколадки. Все очень довольны». «Шоколада осталось не так уж много». «Точно. Шоколад уже съеден». Традиция дарить детям подарки от имени Святого Николая прервалась в 16 веке в период реформации католического христианства. Однако позже она вернулась. Правда, подарки стали дарить 24 декабря. Впрочем, в некоторых странах традиция сохранилась без изменений, а в некоторых дети получают рождественские подарки и в начале и в конце месяца». Это был обзор мировых событий. С вами была Оксана Познякова. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго! Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова